Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Короче, я был Вальдемарко в Хамбурге, да, или в Пиннеберге, у Сереги. Я ездил туда, чтобы машину свою наладить, то есть поездка будет дальняя, да, в одну сторону 960 километров, по-моему, и поэтому я поменял был ЦАН Риме, да, я его поменял. Почему я его поменял? У меня, о, какая машинка. Потому что я знаю, что, Серега мне говорил, что именно на моем автомобиле этот ремень меняется, когда 10 лет уже этому ремню, или когда 100 тысяч пробега. Вот так вот, как у меня. Всего сейчас 39 тысяч пробега, а, значит, 10 лет уже будет через пару месяцев. И тут получается то, что у нас дальняя поездка, и я решил, во всякий случай, поменять сразу заодно и ремешочек этот. Да, еще сразу я взял резину другую, потому что резина тоже была 10 лет, и по-любому уже менять надо, да? Поставил я теперь резину всесезонную, все прямо там у Сережи, как бы у себя все заказал. Приехал я вчера, ездил и вчера, в воскресенье, потому что он сказал, что машина должна полностью остыть, что на теплый двигатель ремень не меняется. Как он объяснил, что надо, чтобы все полностью, чтобы он был холодным. Потому что там на пару каких-то миллиметров потом что-то отображается. Я не знаю, ребята, но факт, что надо было, чтобы машина была полностью, двигатель был холодным. И поэтому я поехал в воскресенье вчера. Ничего я, ребята, не снимал у него там. Потому что люди работают, зачем ходить, заниматься камерой махать, как-то нехорошо. Может быть, они были бы и не против, я даже не спрошу. Но я считаю, так люди работают, что их отвлекать? Вот. Поехал я вчера. Вчера сразу ему машину отогнали на вершетах туда. Там, по-моему, он поставился там ночью стоять. И они вот начали где-то с восьми, наверное, и до двенадцати. И было уже готово. В ровно двенадцать я выехал по Баку уже направление. Старался пораньше уехать оттуда по той причине, что там сейчас идет ремонт дороги. И еще там, значит, туннель, а перед туннелем еще с той стороны сюда ехать, перед туннелем там ремонт дороги идет. И там, когда я в воскресенье туда ехал, я думал, ну в воскресенье, ну не будет столько машин. Мои ребята, с той стороны столько машин было. Но я хорошо проехал, я там не было пробок. А с той стороны, ой-ой-ой, столько было машин. Я даже было, запереживал. Думаю, как же я теперь в понедельник поеду обратно? Тем более будет рабочий день, и еще я там застряну, это будет долгая песенка, пока ты выйдешь. И хорошо, что совпало, что быстренько все они сделали. И, короче, меня сейчас еще и поменяют, не поменяли, проверили тоже климат, лаги, то есть они тоже всю эту жидкость, ну, как обычно, выкачали, закачали. Это тоже очень долгий процесс, но тоже долго нужно ждать, пока он выкачивается. И старается уже все, что-то выкачать, даже если там есть конденсат есть. И поэтому, это тоже ушло очень много времени, пока все это сделали. Как бы оно ни было, я считаю, здесь нормально. С 8 и до 12, за 4 часа поменяли мне ремень, проверили, значит, это мой климат-лаги. Потом, что еще подправил, а, резину перекидали, перекинули резину. Потом, что там еще, даже мне эта запаска, я уже, не знаю, лет 10, наверное, ни разу не откручивал ее. Там был, точно был, наверное, заржавел, поэтому я тебя сразу попросил, чтобы они тоже ее... А открутили, ну, в дороге вдруг чуть-чуть стучится, да, я там не смогу открутить, потому что все доржавое. Потому что, по мелочи, по мелочи, там, тоже посмотрю, там, выхлопная начинает уже маленько... Я, по-моему, я 100 еду, 70. Выхлопная уже начинает маленько ржаветь. Поэтому я думал, может, он сразу мне сделает все дно в машине, тоже у меня специально есть такая пена, чтобы все меня запенило там, чтобы хорошо было. Он посмотрел, говорит, зачем деньги тратить, все нормально, у тебя сделано, тут ничего делать не надо. То есть он мне еще деньги сэкономил. Потому что, в принципе, там делов туда вообще нет. Но опять же, нужно было ждать, пока она застынет, да, все это, и сошнет. Видите, какая кукуруза, ребята? В принципе, здесь кукуруза высокая, смотрите, это благерная кукуруза. А вот когда мы ездили в Фульк туда, там вообще пипец было. Может быть, я даже кусочки там есть, может быть, ставлю. Там вообще все, все было желтое, все поля желтое, все выгорело. Там была вообще труба, труба была, что-то творилось. Вот, да, и по этой поездке я хотел отдельное видео снимать и рассказывать про эту поездку. А так сейчас, как я, я все равно еду, да, мне еще ехать целых 90 километров. А так где-то 145, по-моему, до Сереги, туда, от моего дома. Я думаю, остановился, машину пропустил, чтобы никого спереди не было, никого сзади нет. И думаю, все равно буду тарахтеть время, что все равно есть. Вот, и когда мы ездили в Фульду, я же говорю, там поля, ну, это здесь, видать, что это кукуруза, ее скостили. А видите, все было желтое. А там поля, все желтое. Там вообще труба, все выгорело. Все выгорело. И что меня удивило, именно эти туалеты, которые сбоку автобанов, туалеты, да, но они бесплатные, там платить не надо ни копейки. Ну, мы останавливались на таких, я говорю, а лучше на скидку мы останавливались, там быстрее раз-раз и пошел. А еще где там большая такая стоянка, где там и заправка, и все, там очередь, надо стоять, ах, благописно. Короче, туда, когда ехали, раз в три, наверное, останавливались. Вот, и я снова пугуль, потому что я только один был курящий, а, короче, сейчас я прям хочу курить. И ради меня останавливали. Видите, как хорошо стена сложили, и соломы. И это, поэтому мы останавливались. Ребята, я удивился, сколько мусора я еще никогда не видел. Даже где-то у меня есть видео, снимал, который года три назад, наверное, вот у нас недалеко, там на автобале тоже был, туалеты снимал. Там он намного чистый был. А то, ребята, не поверите, сами окурков, вот этот слой прямо окурков лежит в туалетах, трава вся желтая. В траве везти пачки, столько мусора. Или, может быть, потому что это самое, трава пожелтела, и все это теперь видать. Может быть, из-за того, что когда была зелень, да, и не было видать, может быть, под низом, может быть, мусор лежал. Мне хочется, ребята, страшно смотреть. Просто удивился. Я же не поверил, что это такое, может быть, в Германии. Есть такое. Никто там не убирает, наверное. Ну, а в туалетах я уже не рассказывал, что тут творится в туалетах. Да я вижу тебя, парень, вижу, не боюсь. Сотторбассив. Я бы тебя обогнял, но я же не вижу ничего. А теперь можно. Ну, в принципе, все-таки государство, наверное, должно смотреть за этим. Ну, я просто удивился. А женщины сказали, тебе будем заезжать только на платное, не нужно там, там, надо бы мужикам-то проще, да, в туалет, сказать, но женщина там, наверное, как бы сложнее. А они тоже удивлялись, как такое может быть. Отчего это, ребята? Не знаю, я вот думал, ну, в связи с чем это может связаться, наверное. Но я подумал, ну, все, люди все-таки, наверное, стали беднее маленьких, жить чуть-чуть, наверное. Может быть, я не прав. Но другой версии я не вижу, значит, почему там такой мусор. Я думаю, что люди стали плохо жить, хуже жить, неплохо, хуже жить. И экономить даже на том, чтобы в туалет сходить. Например, на автобане, там на большой такой стоянке, там, по-моему, 70 центов получишь, и потом тебе, это, наверное, не поваляется, и потом тебе в обратку еще 50 центов отдают. То есть, как бонус получается. Твои же деньги, да, ну, ты можешь, давай, чек отдашь. Есть у меня такой или нет? Понял, что можно. Что, показали. Вот так, примерно, выглядит. Может быть, без ногами, я сейчас забуду сразу. Вот такие вот, как дают, получается, это новое, что-то вру, я вру, я, ребята, я вам показал, что другое, это, наверное, вазский корм. Я думал, что это, это лишь, нет, это просто было, когда я в магазине покупал для вазский корм для кота своего. И мне тоже дали, где-то вот, такой бонус, как одно евро. Короче, сейчас я опять буду у них покупать, и могу это подать, и оно будет дешевле на одно евро. Я, ребята, перепутал, интересно. Вот, не говорю, что, и получается 50 центов. Какие-то он возвращает, в принципе, и кредит кто, чтобы там будет покупать еще, да? Что-то купишь на 50 центов. Ты даже, даже, не купишь за 50 центов. То есть, все равно, что вещи доплачут. Мои смысл не в этом. Дело в том, что там, конечно, намного чище. Там там все и люди выбирают, и даже деловые в Том году ездили в Австрию. Ты даже на русском и женщина разговаривала. Но я понял, она с акцентом так говорила. По-моему, даже одно русское слово, наверное, проскочило. Что-то такое. Если начнет, то кто-то по-русски говорит. Там люди работают, поэтому там намного чище. Но, видимо, да, она, наверное, и зарплата у них нормальная. А вот так, вот как вот, она бесплатная. А что-то люди удивляться. Но это она и бесплатная. Там будет беспорядок. Так, такие бережки, ребята. Вообще, я не знаю, камеру я, наверное, так и оставлю включенную. Пускай они снимают все спродряд. Видимо, один час, чтобы у вас сейчас, наверное, во второго. Видео, даже машины нету. В обрезине пиролев даже ничего не покупает. Да и так тут, наверное, народу мало. Все это как деревушка такая. Тут, наверное, очень мало покупателей. Это же не город. Сейчас у нас на улице, ребята, 24 градуса тепла. В общем, даже тепло. А я просто сейчас климу включил, проверяю, как она. А у меня раньше климу маленько чуть-чуть попахивало. То есть, когда ее подключаешь, и потом запах такой непонятный. Мне объяснили, что это все-таки. Сама он не успевает остывать. То есть, мне посоветовали, за 10 минут до того, как вы будете приедете до цели, или будете глушить автомобиль, то ее нужно отключать. Эту климу нужно отключать. И за 10 минут этот радиатор там где-то, я не понимаю, да, как мне объясняют. Это радиатор, он успеет подсохнуть, высохнуть. И поэтому не будет потом запаха вот этого вот непонятного с чем. Не то, что там тухлятина. Нет, запах непонятный. Ну, ты как сырость, что-то вот такое вот. А я объяснял, я говорю, Серега, елки-палки. У меня ехать там всего 5-7 минут до моей на машине. Мне там не только что ее выключать, мне ее включать, в принципе, ну, резонно нет. Но я все равно включаю, потому что, я сейчас, она стоит на солнцем машине, и там вообще труба. Она так нагревается, помните, я вам говорил, до руля нельзя было дотронуться. Я на этом все равно включаю. Получается, что она потом уменьшена. Я даже не спросил, сколько там они что-то далили. Надо бы смотреть по бумагам, там бумага, наверное, он написал, наверное. А все-таки они поменяли эту машину. Потому что я еще ни разу не менял ее, даже не контролировал. На все это время. Что-то я сделаю, ты тихо едешь. Мне надо и видео, конечно, красиво. Мне надо, конечно, и видео снимать. И быстро ехать. И чтобы спереди не стояли. Видите, как красиво, да? Лес. А считают, по-моему, там, где-то что-то дребезжать. Это я не люблю. Наверное, банка с конфетами, наверное. Видите, как красиво. Там потихоньку, наверное, знак был, что это и самое. Сайхаки перебегают. Скорее всего, наверное, я просто заболтался, не заметил. Но все равно у нас, видите, вот там, для кончей, видите, там, все-таки зеленовато маленько. Не все сгорело, однако. Ну, понятно, конечно, ничего. Урожай, конечно, будет маленький. Мелкие яблоки. Мелкие огурцы. Все, ребята, на этом было все. Всем большое спасибо. Ставьте лайки, балалайки. Подписывайтесь на канал. Ну, как-то так, ребятки. Я сейчас буду еще смотреть, что я тут я написал. Выбирать, какие оставлять, какие не оставлять.